Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео я хочу показать вам очередной классный фокус Эдварда Марло. Называется он Трехстопочный Триумф. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я воспользуюсь колодой НОК В3. Кому интересна эта колода, ссылку на обзоры на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к самому фокусу. Для начала мы, конечно же, перетасуем колоду, чтобы ее уважить, чтобы у нас все получилось, чтобы мы нигде с вами не прогорели. И теперь попросим нашего зрителя в любой момент нас остановить, просто сказав Стоп. Готовы? Поехали! Стоп! К примеру, зритель сказал здесь и запоминает эту карту. Эту карту мы убираем и как следует затасовываем оставшимися. Конечно же, снова потасуем. А теперь, друзья, я устрою в этой колоде полнейший бардак. Для этого я разобью колоду на три равные стопочки. Одну из них переверну лицом вверх, одну оставлю лицом вниз. И обе эти стопочки я, конечно же, перетасую, как вы, наверное, уже смогли догадаться. Снова разделю этот хаос и перетасую уже с другой стопочкой. Ну и оставшийся весь этот бардак перетасую между собой. Конечно же, подснимем, куда же без этого. Теперь я попрошу моего зрителя сделать совершенно сложнейшее действие. Для этого ему понадобится сделать просто немыслимое усилие. А именно, поднести руку над ладонью, над колодой. И все, друг, этого достаточно, можно убирать. Волшебное движение сделано. Завершаем это действие щелчком и раскладываем колоду. И вся она у меня лежит рубашками вверх. Вся, кроме одной карты. Той самой, которую запоминал зритель. Вот такой вот классный фокус, друзья, который придумал полюбившийся уже всем нам Энди Марло. Называется «Трехстопочный триумф». Если он тебе понравился, то прямо сейчас поднимайся ко мне на судно. А именно, ты можешь просто кликнуть по иконочке с изображением корабля и добро пожаловать. Конечно же, комментируй и лайкай видео, чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть один из призов. Ну что же, мы тем временем переходим к обучалке этого классного трюка. Ну что же, друзья, давайте с вами научимся этому классненькому фокусу, который придумал Эд Марло. Ну что же, для начала мы, конечно, берем колоду. Никаких подготовок мы не делаем, за что мы и любим такие фокусы. Колода самая обыкновенная. То есть ничего нигде не подготавливается. Начинаем пролистывать. Зритель говорит «стоп» в любой момент. К примеру, он останавливается на этой карте. Это, по-моему, у меня девятка. Пик, да. Я, значит, зритель запоминает. Вам необходимо эту карту сконтролить наверх. Как вы будете это делать? Способов много. В этом видео я сделал вот так. Я сделал вольт-шарлье. И положил колоду вот таким вот образом. То есть вот на этот выступ. Ну, в самом видео у меня был выступ чуть поменьше. Примерно вот такой. То есть вот так вот сделал я вольт. Вот у меня вот эта карта девяточка лежит. Далее. Оставшимися картами я сымитировал то, что я полностью затосовываю это все дело. Затасовали. Но, если я поверну, я вижу вот этот выступ. Вот он. Повернув этот выступ, я хватаю оставшиеся карты вот здесь. И перетасовываю. Таким образом, девятка пик у меня наверху. Все. Мы подготовили для дальнейшей демонстрации. Что нам дальше надо сделать? Нам необходимо разделить колоду на три равные стопки. То есть раз, два, три. Наша карта здесь вот лежит верхняя. В этой крайней правой стопке. Мы переворачиваем центральную стопку. Показываем зрителю, что все здесь карты лежат у нас лицами вверх. Далее берем вот эту правую стопочку с нашей картой, запомненной. Показываем, что вся она лежит рубашками вверх. И что мы все это дело перетасовываем? Мы действительно начинаем все это дело тасовать. Но учтите, последняя карта зрителя, вот эта карта девятка, она должна упасть последней. То есть вот так вот. Далее я начинаю эти карты друг друга впихивать. И когда впихиваю, верхнюю карту чуть сдвигаю вперед, вот эту карту зрителя. То есть я сдвигаю вперед. Зрителю со стороны кажется, что вы подравниваете колоду. На самом деле у нас карты вот так вот торчат. И что происходит далее? Я просто беру и все эти карты, вместе с этой верхней картой, выдергиваю назад. Как будто бы мы подровняли, я говорю, снова поделим. В этот момент я их выдергиваю назад. То есть что остается? У меня здесь карта зрителя. И все те же самые карты лежат лицами вверх. А здесь все те же карты лежат рубашками вверх. Далее я переворачиваю вторую стопочку. Также показываю, что все они лежат лицами вверх. Зритель думает, что здесь уже бардак. Что все карты перетасованы между собой. Вверх, вниз там лицами лежат. Далее я тасую с этой стопкой. Но учтите, протасовать надо так, чтобы зритель не заметил. У меня был случай, когда заметили то, что здесь мелькают все карты, только одна рубашка вверх. Поэтому можете либо ладонями вот так вот прикрыть, либо, к примеру, если зритель у вас смотрит с этой стороны, да, то вы тасуете не так, а поверните эту колоду, стопочку, чтобы зритель смотрел сюда, чтобы ему не было видно этих уголочков. И перетасовываете все то же самое. Перетасовали, задвинули. Верхняя карта также остается у нас карта зрителя. Далее мы переворачиваем весь этот бардак. На самом деле здесь не бардак, а все карты лежат лицом вверх. И точно так же, чтобы зритель ничего не заметил, прикрывши ладошками, перетасовываем. Зрителя карта также падает последней. Все это дело мы подравниваем. Конечно же, подснимаем. И вот это единственная карта, которая у меня сейчас рубашкой вверх лежит. Далее мы переворачиваем колоду. Просим о волшебном движении. Ну, не знаю, поиграйте там как-нибудь со зрителем. Когда все будет готово, конечно же, щелчок пальчиками и раскладываем всю нашу колоду. Вся она остается лежать рубашками вверх, кроме одной карты. Карты зрителя. Что мы ему и демонстрируем. Вот такой вот классный фокус, друзья, который придумал Эд Марло. Друзья, если вы до сих пор не вступили в нашу группу ВКонтакте, то прямо сейчас вступайте. Потому что туда я кидаю самые свежие новости и информацию. Также подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Это абсолютно бесплатно. И там собраны самые классные, самые редкие фокусы, которые мне удалось найти. И которые, кстати, не очень сложные. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!